САМАРА Утро в стоянке один шаг. Самару освобождают от незаконных киосков. Плодово-ягодный день по церковному календарю. Православные христиане отмечают яблочный спас, преображение Господне. Жигули, окутанные тайной. Все легенды о Самарской Луке собраны на одной выставке. Выходцы из Средней Азии, готовившего теракт, задержали в Самаре. В доме, где проживал 34-летний мужчина, нашли пять тротиловых шашек. Общая масса почти 2 килограмма, автомат и 30 патронов. Инструкцию по миновзрывному делу, клятву верности лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на ставление членам незаконных вооруженных формирований, а также религиозную литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. Спецоперацию сотрудники ФСБ и МВД провели в Ленинском районе Самары. Я не знаю, я не знаю, я вообще так... Надо коробку какую-нибудь? Нет, нет, сейчас пакет принесу. Пакет? Да, пакет. Да, пальчики. Биометрию, да. Надо бумажные пакеты обязательно паковать. По факту обнаружения оружия и боеприпасов решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время задержанное дает признательные показания. Меньше месяца до дня ИКС выборы 18 сентября должны пройти без происшествий. В Самаре прошло заседание антитеррористической комиссии, на которую профильные ведомства представили информацию, насколько готовы избирательные участки и отвечают ли они требованиям безопасности. В Самаре 444 уика, на некоторых из них еще не установлена видеокамера сигнализации, но впереди еще почти месяц и недочет обещают устранить. По закону, избирательные участки должны быть доступны для маломобильных граждан, но технически не во всех зданиях можно установить пандусы, и поэтому к инвалидам-колясочникам выборы придут прямо в дом, где граждане смогут проголосовать. С точки зрения антитеррористической защищенности, не везде мы сможем обеспечить наличие стационарных металлодетекторов в момент проведения избирательной кампании. Но вот как сейчас нам сказали коллеги из Управления внутренних дел по городскому округу Самара, как наши коллеги из Департамента общественной безопасности, проинформировали, у нас будут компенсационные меры приняты, ручные металлодетекторы, другие варианты. Подготовка к выборам сейчас идет по всем направлениям, завершился важнейший этап, известны имена кандидатов в депутаты. В Самарской области народными избранниками могут стать более 700 человек. Большинство из них баллотируются в Губернскую и Государственную Думу. О том, как в регионе готовятся к единому дню голосования, расскажет Алина Чемерес. Черта подведена. Те, кто успел заявиться и подать документы, зарегистрированы на участие в выборах. 549 человек баллотируются в Губернскую Думу, 53 в Государственную. Конкурс, говоря на языке университетов, больше 10 человек на место. В результате представлять интересы жителей в региональном парламенте будут 50 народных избранников, в федеральном – 5. Регистрацию в избирательной комиссии прошли не все, более 100 кандидатов получили отказ. Но выйти из предвыборной гонки можно и по собственному желанию. До 13 сентября они могут это делать по любым причинам, а вот до 17 сентября они уже должны привести вескую причину, либо это болезнь, либо еще что-то, для того, чтобы доказать, почему они снимают свою кандидатуру. В единый день голосования, 18 сентября, в регионе откроются более полутора тысяч избирательных пунктов. В этом году впервые в день выборов на стражу порядков станут общественники. В так называемый народный штаб может войти любой желающий. В случае, если будут замечены какие-либо нарушения, обращаться непосредственно в этот штаб, для того, чтобы можно было, причем в тех заданиях мы заложили возможность, что мы можем отмотать назад, посмотреть, что же именно в этот момент проходило и оценить ту ситуацию, которая там сложилась. В организации выборов важна роль муниципалитетов. Они обязаны предоставить помещения, где будут располагаться участки, места для размещения агитматериалов. Задачи избирательной комиссии, чтобы проголосовать, смогли все. Сделать свой выбор смогут и те, кто в день голосования будет находиться в больницах или СИЗО. Там оборудуют избирательные участки. Пункты для голосования создадут также на вокзалах и в аэропорту. Чтобы поучаствовать в выборах, смогли все желающие. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на свой участок, урны для голосования принесут домой. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. 25 лет прошло с момента путчи августа 1991 года. Члены ГКЧП предприняли попытку тогда силы захватить власть в стране от страниц Михаила Горбачева с должности президента СССР. В истории эти действия получили оценку как государственный переворот. С этого момента для нашей страны наступили эпохальные изменения. Распад СССР и переход к рыночной системе экономики. Граждане выбрали путь развития и свободы. Самара тогда была в центре событий. Региональное телевидение одним из первых в стране показало знаменитые кадры с Борисом Ельцином на танке. А власти губерния встали на сторону сопротивления, как и ЧП и поддержали первого президента Российской Федерации. Об экономических событиях дня сегодняшнего расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть марки Brent впервые с июня поднялась выше 51 доллара. Сегодня днем наметился небольшой спад, но сейчас за один баррель черного золота дают 50 долларов 75 центов. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 63 рубля 93 копейки, евро 72 рубля 45 копеек, золото стоит 2572 рубля, серебро 40 рублей 41 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 72 копейки, дороже всего продать за 66 рублей 9 копеек. Привлекательность Самары для инвесторов выросла. Одно из ведущих международных агентств Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне BB+. Этот рейтинг отражает стабильные бюджетные показатели Самары. Ее финансовые возможности позволяет заключить сделки на наиболее выгодных условиях, а также является эффективным средством, при помощи которого администрация города может сообщать о своей кредитоспособности инвесторам и банкам. Современные родители тоже должны быть платежеспособны. Самара Стат подсчитал, чтобы собрать ребенка в школу, в этом году потребуется примерно 18 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах! В Самаре ищут дополнительные места для организации сельскохозяйственных мини-ярмара, где производители могли бы продавать продукты прямо с колес. Это должны быть наиболее удобные для жителей площадки, дворы жилых домов и территорию проходных предприятий. Это обеспечит экономию для фермеров, они не будут платить за место, а в конечном итоге выигрывает покупатель. Отсутствие арендной платы сказывается на цене. Мэр города Олег Фурсов также дал поручение держать под контролем и цены на уже традиционных сельскохозяйственных ярмарках и строго спрашивать за санитарное состояние прилегающей территории. Мониторинг еженедельно вести по ценам, чтобы цены там были не выше, чем в магазине или на рынках существующих. И обязательно мониторинг состояния прилегающей территории. Раньше были такие примеры, когда территория около рынка замусоривалась, особенно это касается таких временных мест. Надо за этим следить и прошу глав районных администраций тоже на это обращать внимание. Навести порядок в уличной торговле городские власти ставят амбициозную задачу, хотя и трудную. Сегодня многие торговцы работают незаконно, это значит, что город терпит убытки. Налоги от таких продаж не поступают в казну, а сами продавцы лишаются самых насущных социальных гарантий. В очередной рейд вместе с сотрудниками администрации Октябрьского района Самара отправилась и наша съемочная группа. Продавец на мясо, фрукты и прочие товары. Такими объявлениями и увешан весь город. Сотрудников принимают на время, а оплата, как правило, в конверте. О трудовом договоре и уплате налогов многие даже не слышали. В этом магазине продавец без документов, хотя внешне все по закону. Я с собой паспорт не ношу. А трудовой договор там вообще? Трудовой договор, мы еще не работаем месяц, мы еще не знаем, будем мы здесь работать или не будем. Это, я знаю, то, что это по закону можно до месяца. В очередной совместный рейд по проверке торговых точек вышли сотрудники администрации Октябрьского района. Задача выявить нарушителей, наказание и штраф, но могут быть и более жесткие меры. Из всех необходимых документов у молодого человека только студенческий билет. Ему еще нет 18, но хозяин точки доверяет ему целую гору арбузов. Договор по понятиям приносит одному прибыль, другому заработок. Вы знаете, что 6 часов для вас это многовато? Не знаете. Какие-то у вас договоры заключены? Нет. Ничего не заключено. Просто поверили на слово, поставили на точку. Сколько вам платят за это? 700. Убирать весь товар в киоск и закрывать киоск. У вас, значит, торговли не разрешены. Хорошо. Документов на право ошлении торговли ни у вас, ни у хозяина нет. Ну, я не знаю, я второй день здесь работаю. Документы должны быть на точке торговли всегда. Любой проверяющий приходит, вы ему показываете. На настоящий момент документ в киоскенте считается незаконной торговлей. Фрукты, овощи, орехи – все неизвестно откуда. И ни одной бумаги на право вообще что-то продавать. Мы сейчас прорабатываем вопрос, уже вот совещание было на уровне городского департамента, чтобы изыскать возможность применения действенных мер по ликвидации незаконной лотошной торговли. Это касается не только этого места, это касается еще места у нас больного в улице Челюскинцев. Кроме того, все продавцы должны быть официально трудоустроены. Межведомственная комиссия Октябрьского района провела уже больше 20 рейдов. Выявлено 80 нарушителей. Из них 19 уже заключили со своими сотрудниками трудовой договор. И тут же еще одно замечание – убрать незаконные рекламные баннеры. Но тут выясняется, что многие продавцы и собственники магазинов даже не знают, что в Самаре рекламировать свой товар можно на вполне законных основаниях. Достаточно получить разрешение в Комитете по рекламе и заплатить за это госпошлину в городскую казну. На сегодняшний день эта сумма составляет 5000 рублей. Олег Зверев, Григорий Большаков, События. Самару продолжает освобождать и от нелегальных хиосков. Свидетелем еще одного сноса стал Андрей Горгуленко. Галине Карпенко, как и ее соседям, киоск, что стоял прямо под окнами, доставлял одни неудобства. Возле него круглосуточно собирались шумные компании, курили и выпивали. Ночью создавались проблемы, потому что появляется молодежь, кричит. В каком они состоянии, что они употребляют, не знаю. Чем там торгуют, практически я не знаю, потому что я не пользуюсь услугами этого киоска. Он изжил себя. Он работает круглосуточно. Нет ни водопровода, ни канализации. Киоск нарушал многочисленные нормы. Противопожарные безопасности, санитарные, технические. Также точка, торгующая алкоголем и сигаретами, находилась в непосредственной близости к музыкальной школе. Потому было принято решение демонтировать магазин. Хозяин ларька был предупрежден, что ему необходимо освободить территорию и вывезти киоск самостоятельно. Однако до часа икс никаких действий владелец не произвел. И судьбой торгового помещения теперь распоряжается администрация города. Мы его отправляем на штрафстоянку. У нас есть места, которые предназначены для хранения вывезенных незаконных киосков. Киосков мы вывозим много. Город постоянно освобождает свою территорию от незаконных киосков. В прошлом году мы вывезли 1300 киосков. В этом году мы уже вторую сотню вывозим. Работа проводится постоянно. В ближайшее время территория будет благоустроена. Место заасфальтируют, придав ему цивилизованный вид. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре на 4 дня отключат горячую воду. Это произойдет в понедельник, 22 августа. Ограничения ведут для проверки теплотрасс города. Без горячей воды останутся жители домов, расположенных на улицах Нагорное, 22-го портсъезда, физкультурное, Алматинское и проспекте Металлургов. Авария с участием двух дорогих автомобилей произошла на шестой просеке. Очевидцы выложили фотографии в интернет. Автомобиль Porsche врезался в Toyota Land Cruiser. Машины получили незначительные механические повреждения. Однако, учитывая стоимость автомобилей, такой ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей. Пожар в железнодорожном районе Самары произошел сегодня днем. Горел двухэтажный таунхаус на улице Глинобитная. По данным МЧС, в комнате загорелись стройматериалы. На место происшествия прибыли 58 пожарных и 15 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Однако, за помощью к медикам обратились беременная девушка и мужчина с ожогом спины. От госпитализации они отказались. До Кенеля и Новокуйбышевска можно будет добраться дневным экспрессом. С первого сентября в маршруте поезда Уфа-Самара-Саратов появятся дополнительные остановки. Основанием для изменения послужили многочисленные просьбы пассажиров. В связи с изменением схемы движения, дневной экспресс Уфа-Самара-Саратов будет курсировать по откорректированному расписанию. Из Уфы поезд будет отправляться в 8.35, из Самары в 16.10, в обратный путь экспресс отправится из Саратова в 6.05, из Самары в 13.23. Погода в регионе четвертый день бьет рекорды и останавливаться не собирается. Накануне в Самаре зарегистрирован новый температурный рекорд – 36,3 градуса по Цельсию. Предыдущий был зафиксирован 78 лет назад, еще в 1938 году. Тогда термометр показал 32,7 градуса. Впрочем, это еще далеко не конец. Самарские синоптики прогнозируют жару и высокую пожароопасность в большинстве районов области вплоть до воскресенья, 21 августа. Яблочный день по церковному календарю православные христиане отмечают преображение Господня. Во всех храмах прошли торжественные богослужения и освящение плодов нового урожая. В одном из самарских приходов праздник встретил Олег Зверев. Он расскажет об истории и традициях. Преображение Господня – один из 12 величайших церковных праздников, напрямую связанных с земной жизнью, проповедью и крестными страданиями Иисуса Христа. В этот день во всех православных церквях мира проходит торжественное богослужение. Здесь, в Самарском храме в честь святого Спиридона Тримифунского, литургия проходит прямо под открытым небом, поскольку храм новый, и сейчас внутри идут отделочные работы. На литургии воспоминаются евангельские события, когда незадолго до своих страданий Иисус Христос и трое его учеников взошли на вершину высокой горы, где и произошло чудо-преображение. Одежды его сделались белыми, как снег, а лицо просияло ярким светом. Мы с вами видим, что Господь показывает, что Он не чудотворец, Он не человек. Он показывает, что именно Бога – человек, поднимший на себя природу нашу немощную, воплотившийся в Бог Слово. Мы с вами слышим это через слова Бога Отца, который говорит «Это мой Сын, возлюблен о нем же, а Его послушать о нем же благоволих». Ему поклоняются Христу, величайшие святые Ветхого Завета, Моисей Илья. Мы должны преображаться, внести в себе добро, любовь, ну вот все, что нужно людям, и жить по заповеди Боза, и все тогда у нас будет, и Россия воспрянет. Преображение Господне в народе называют «яблочным спасом». Понятное дело, что к яблокам сам праздник не имеет никакого отношения. Просто в это время созревают плоды нового урожая. И с древних времен существуют благочестивые обычаи в этот день освящать церковным чином овощи и фрукты. Благослови, Господи, плод сей, плодный новый. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, события. Экспедиция по местам духовной силы и исторической памяти стартовала в Самаре. Контекст патриотический и исторический. В программе «Встречи с молодыми людьми» и съемки фильма о неизвестных местах региона. Куда поедут экстремалы и зачем им копия самарского знамени узнала Марина Кравцова. Во дворе старейшего в Самаре храма Возмесенского собора, построенного больше 170 лет назад, звучит молебен и напутствие перед марш-броском по историческим местам области. На восьми внедорожниках 25 участников автопробега проедут сотни километров по всему региону. Экспедицию посвятили 165-летию Самарской губернии. Остановки будут рядом с храмами, монастырями, часовнями в городах и маленьких селах. В программе «Встречи с молодежью» – воспитанниками патриотических клубов. Каждый день мы будем встречаться на местах исторических, православных, где когда-то стояли храмы. Поговорим со старожилами, может, что-то они помнят, соответственно, снимем фильм. Самое главное, я считаю, и всех призываю – учить, изучать историю и любить свою родину, малую родину, нашу Самарскую губернию. Экспедиция еще и паломничества по святым местам. С собой участники берут копию Самарского знамени. В пути планируют снять фильм об уникальных особенностях и истории края. Одна из целей проекта – сделать область еще привлекательнее для туристов. Экспедиция продлится шесть дней. Ее участникам предстоит побывать в 18 муниципальных образованиях Самарской области. Маршрут проложен не по трассам, а по бездорожью и имеет форму кольца. Оно замкнется 24 августа здесь, рядом с часовней святителю Алексию. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Самарская земля хранит много тайн. С древних времен «Жигули» обрастали легендами, наполненными реальными и вымышленными персонажами. В Самарской областной библиотеке открылась выставка, посвященная одному из главных достояний Самарской области – Жигулевским горам. Андрей Горгуленко расскажет, чего ждать посетителям галереи. Следы древних поселений, клад Степана Разина, находки уфологов, жигулевские миражи – загадки, которые во все времена привлекали внимание следователей к самой живописной местности на Волге. Все они собраны в одном зале. Галерея «Новое пространство» открыла выставку «Жигули. Наследство до востребования». Организаторы отмечают, слишком мало мы знаем о родных краях. Очень мало людей и взрослых, и детей знают, в каком прекрасном месте они живут и как много интересного в этом месте. Все самые чудесные чудеса можно найти здесь, буквально переехав на ту сторону Волги и проявив немножко заинтересованности. Словно мозаика, выставка сложится из множества элементов – фотографий, фильмов, книг, инсталляций. Также для посетителей будут организованы открытые лекции по психоанализу, раскрывающие истинные смыслы представленных работ. Самарская Лука, Жигули – это наш край. И для нас, как специалистов, важно понимать, как люди видят нашу землю, историю. Соответственно, если мы чем-то можем помочь в плане осознавания, это тоже здорово. Мало кто знает, но у Жигулевских гор тоже есть своя хранительница, подобно хозяйке Медной горы. Она является повеликницей подземных пространств, куда допускает лишь избранных героев. Поговаривают, что и сейчас можно попасть в ее владение. Нужно лишь аккуратно влезть в пещеру на четвереньках. Кто проползал, находит на той стороне то, что радует сердце. Открыта выставка будет до 10 сентября. Вход свободный, а потому каждый может приоткрыть завесу тайны о Самарской Луке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Принцип жизни – клятва Гиппократа. 20 сотрудников медсанчасти номер 2 получили памятные медали «Куйбышев – запасная столица». Награды им вручили за верность профессии и вклад в медицину. Сюжет – Алина Чемерис. Организовать качественную и доступную медицинскую помощь – ее работа уже более пяти лет. Заведующая поликлиникой медсанчасти номер 2 Светлана Обухова пациентов принимает каждый день. За труд и вклад в профессию сегодня ее награждают памятным знаком «Куйбышев – запасная столица». Самое главное – построить доверительные отношения. Всегда со стороны врачей и медперсонала – это сочувствие пациентам. Потому что если ты не будешь сочувствовать, не будешь их понимать, то ты не сможешь качественно и хорошо оказать медицинскую помощь. Сегодня медсанчасть номер 2 обслуживает 85 тысяч человек. Здесь есть все – поликлиника, детское отделение, женская консультация, своя лаборатория, физкабинет. С людьми работают высококвалифицированные доктора. Чтобы каждый пациент вышел отсюда с богатырским здоровьем, в медсанчасти трудятся более 500 врачей и медсестер. Сплоченный коллектив, профессионалы своего дела работают. И несмотря ни на какие трудности они сохраняют свою верность профессии, у нас 24% сотрудников старше 60 лет. И тем не менее, благодаря их знаниям, профессионализму и умению наставляются молодые кадры и продолжается лечебное дело. За верность медицине медаль Куйбышев запасная столица получили 20 человек. В основном это те, кто трудится в медсанчасти уже много лет. С теми, кто каждый день на страже здоровья жителей, пообщался герой России Игорь Станкевич. Он поблагодарил медиков за работу. Когда звучат такие слова, это оценка уже профессионализма, а не просто отношение врача к своему пациенту. У них появляется улыбка, они понимают, что этот день уже для них знаковый, что у них отмечен не просто их труд, а отмечено то, как они работают длительное время и как общаются со своими пациентами. Врачи делятся. Для них юбилейная медаль – вторая по значимости награда. После благодарности пациентов. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. ЧП «Луч» второй сезон подряд выиграл золотой кубок турнира дворовых команд «Лето» с футбольным мячом. На пути к областному финалу команда чемпионов выиграла всех своих соперников. Сначала в родном городе, потом в районе. Не устояли соперники из Сергиевска и на Самарском стадионе «Локомотив». «Луч» выиграл в финале с сухим счетом 3-0. В первом тайм закончился 0-0 и во втором мы забили 3 гола. Первый все-таки, они нас немножко жрали, но не забили свой момент и мы выиграли. На счет быстрого паса. Дух командный. Шестой год «Лето» с футбольным мячом поддерживает «Единая Россия». За это время соревнования железнодорожного района областной столицы стали популярны во всех районах и городах Самарской губернии. В футбол играют мальчишки и девчонки. Более 30 тысяч ребят от 11 до 14 лет. Сегодня мы растим молодежь, которая хочет заниматься футболом. Это главное. Без тех мальчишек и девчонок, а у нас уже три года проходит соревнование с участием девушек, и девочек, играющих в футбол, не будет развития нашего самарского футбола. Мы считаем, что это массовое участие детей, которое приведет к появлению новых звезд самарского футбола. Растет мастерство наших мальчишек, наших футболистов. Они готовятся к этому турниру и класс игры выше. Главная цель, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приучалось к здоровому образу жизни, играли в футбол, и я совершенно уверен, что у них воспоминание об участии в таком турнире останется на всю жизнь. По итогам отборочных этапов в городах и районах области лучшие 24 команды в Самаре разыграли главный трофей турнира «Лето» с футбольным мячом, кубки медалей и индивидуальные призы лучшим игрокам соревнований. Что касается города Самары, то, конечно, популяризация футбола за последние несколько лет очень сильно увеличилась. Наверное, все-таки стимулом послужил и проведение чемпионата мира в нашем городе. У нас увеличилось число команд, принимающих участие и в чемпионате города. И, естественно, нельзя не сказать о нашем пляжном футболе. В этом году мы реанимировали проведение чемпионата города по пляжному футболу. Четыре самарские команды тоже прошли в финальную стадию турнира из Куйбышевского и промышленного районов. Чемпионами они не стали, однако сумели подняться на пьедестал почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин